приветствую дорогие друзья с вами альтрон вы на канале альтрон тайм и это рубрика распаковка сегодня у нас будет еще один отголосок из нашего прошлого скажите ребят вы помните у вас в детстве был конструктор конечно же был и конструктор было много и разного но больше всего вам запомнился какой верно первую очередь вам на ум приходит это заветное слово лего вы все любили лего мы его собирали мы от него фанатели мы им обменивались и лучший подарок тогда ребенку наверное день рождения на новый год и вообще на какой-либо был праздник это лего причем нам заинтересовал наверное ну и наверное больше про себя сейчас рассказываю не какой-то стандартный набор какой-то он чтобы был фэнтези там какой-то тематический но вы понимаете о чем я и вот так случилось что в этом году я вспомнил про это лего стал я набивать информацию и узнал что она как бы есть и в то же время чего как бы и нету как бы вам сказать что его качество оставляет желать лучшего и тогда я стал рыться искать что это подходящее и выяснил что до сих пор в наше время все еще жив аналог лего тот самый мало кто может быть о нем помнит называется он н н лайк тэн или н лик тэн и на лайк тэн брик наверное и на лайк тэн брик правильно будет бри кстати дословно переводится как кирпич в общем короче говоря это еще тогда с конца 90-х пиратский аналог лего из китая еще тогда представьте себе и он дожил до наших дней и даже я почитал оказывается что не только то что у них осталось на складе из тех можно сказать золотых времен но и до сих пор они производят какие-то новые наборы так вот из тех что оказывается у них залежались на складе именно их я и видел в детство но как вы сами понимаете тогда ребенок не мог отличить аналог лего от его поделки и собственно я всего называл словом лего и так уж случилось что именно такой ребенок как я воспринимает лего только можно сказать со стандартными желтыми человечками а все что сейчас выпускается это да вот и захотел я поставить что-то себе в коллекцию и благодаря вот тому что эта компания до сих пор жива и я пробил ее на всех площадках включая такие как озоны волберис и нашел много для себя интересного и понравилась мне тематика собственно как и в детстве а именно тематика пиратство там еще была тематика конечно средневековья и много других тематик вы можете сами их погуглить посмотреть наводку я вам дам но вот я решил себе просто чисто что было что-то в коллекции что-то навевало ностальгию как вы сами понимаете и приобрел два небольших набора давайте же мы с вами их посмотрим и первый небольшой такой вот набор думаю что вот он он уже плывет к нам он к нам плывет 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 да приплыл на своем плоти у многих я думаю тогда был этот самый человечек дело в том что я вот пока пока не мир опять же привожу пример учитывая что вот нашим маленьком городе многие кто учился в начальных классах был именно этот человечек ребят я не знаю может быть это совпадение но у многих он был вот такая вот коробочка ничем она не изменилась из конца 90-х начало двухтысячных то есть абсолютно такая же коробочка здесь у нас на не указано количество деталей и вариации сборки то есть вы можете собрать не только плод но даже и трон для этого пирата что собственно здорово уж чего стоило наша фантазия мы не то что там дается в инструкции мы собирали вообще что-то невообразимое мы множество наборов скрещивали и можно сказать целые замки строили из того что у нас было ну да ладно сейчас не об этом так вот что касается самого набора он хоть и маленький но он очень очень классный и атмосферный сейчас мы его поближе рассмотрим вот так вот у нас фигурка выглядит как вы видите очень классно плод вместе с флагом тоже у нас есть кольт наш и сабля которую тоже можете поставить хоть вверх положение хоть вниз это неважно как я сказал мне нравится классические желтые человечки я привык что это ассоциируется с лего поэтому хоть и это и сторонняя китайская компания эдолайджин брик все но сердце у меня как она то самое лего из детства и пока она ребят есть наличие советую вам его закупить и и второй у нас набор то да 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 тоже из серии по пиратам в данном случае у нас я покажу поближе вам коробочку в данном случае у нас тут имеется пират на каком-то острове так скажем пусть и в пляс нашу фантазию с каким-то другим или проклятым пиратом или королем с кучей золотых дублонов с пугаем с бриллиантами и даже с зеленью и и скажу вам ребята это классно что вот эти два набора они между собой очень классно гармонируют то есть вы можете вместе их соединить у вас получится что-то классное и если вам позволяет бюджет вы можете вообще купить или целую крепость или даже корабль все это сейчас пока что ребят есть в наличии я сказал ссылку на водку в описании я вам дам мне нравится классная детализация м на ощупь это то самое лего которое у нас было в детстве все вот это вот внимание к деталям это все то что нам ребят вам с вами нравилось мне здесь больше всего приколует вот этот вот прокатый пират или король не знаю еще сюда к ним в компанию джек воробья добавить да ребят согласитесь мне кажется тоже бы здесь наверное смотрелся золото блестит так что вот так вот это ребят что же надеюсь что своим так сказать мини обзором я для вас может быть даже по-новому открыл взгляд на лего спустя столько лет оказывается что вот такие вот набор которые мы с вами в детстве видели и называли их простым языком лего оказывается это была уже подделка из китая и на лайден или и на лайджин брик ну извините за мое произношение за мой английский в общем в любом случае правильное правописание вы увидите в описании под этим видео вот планировали я в будущем пополнять свою коллекцию не знаю время покажет там посмотрим пока что я считаю что вот этих наборов мне в коллекции для навивания ностальгии по тем золотым временам будет достаточно что же ребята всегда если вы хотите меня поддержать вы можете поставить лайк под этим видео подписаться на канал подписаться на мою группу вконтакте ну а с вами был альтерон и канал альтерон тайм скоро увидимся пока пока